Объявления и предупреждения не помогли. Когда техника заехала во двор по проспекту Победы, здесь по-прежнему стояли автомобили. Дворник 4-го ЖЭКа караулил жильцов у подъезда. А что мешает расчистке? Машина основная. Все жильцы не убирают машину. Потом сами жалуются в двор. Выходит, что не всегда дворы не чистятся из-за нерасторопности управляющих компаний. Зачастую сами жильцы домов препятствуют проезду техники. Как итог, заснеженные дворы, по которым пробираются экстренные службы. Пришлось прибегать к помощи добровольцев, которые на своем гусеничном болотоходе посадили нашу бригаду медицинскую в болотоход и повезли. Но тоже доехали до тех мест, пока уперлись до машин, которые застряли на дороге. Объехать их было невозможно. И медикам приходилось прям по крышам автомобилей пробираться к больному. Из-за нерасчищенных дворов теряют драгоценные секунды и пожарные. Хотя от их работы также зачастую зависят человеческие жизни. С начала этого года в областном центре произошло 117 возгораний. В зимний период очень тяжело проезжать. Дворы заставленные, запаркованные, нечищенные. Трудняют технику. И наша большая не проезжает. Приходится личному составу прибегать к таким мерам, как прокладывать линии на большие расстояния, что теряет большое количество времени. Мы теряем не только время, но иногда и пострадавших. Неделю назад на улице Крюково пожарные тушили офисное здание. Работа осложнялась нерасчищенными гидрантами. Было выявлено, что ближайший гидрант, помимо того, что нерасчищен, он вовсе оказался замерзшим. Еще один гидрант оказался под большим слоем снега. По поручению губернатора Олега Кожемяка, городские власти продумывают механизмы воздействия на горожан, автомобили которых мешают расчистке. Скорее всего, их транспорт во время снежных циклонов будут эвакуировать на специально отведенные площадки. При этом для автовладельцев откроют сеть перехватывающих парковок. Мы сейчас ищем земельные участки, пустующие как в муниципальной собственности, так и в частной собственности, в том числе и Федеральное, например, Министерство обороны, чтобы использовать их в качестве перехватывающих стоянок на период ЧС расчистки и уборки города. То есть это будет кратковременный срок, например, там три дня, когда необходимо нам эвакуировать транспортные средства. Отрабатываем механизм и в режиме ЧС будут приняты соответствующие решения, чтобы не было никаких препятствий для дальнейшей работы снегоуборочной техники, специальных автомашин, пожарных, скорой помощи. Сейчас в ДГХ формируют списки брошенных автомобилей. Сообщать о них просят всех южносахалинцев по телефону 510 100.